У эфира программа «Навин регион» у студии Олена Милишанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. В Могилёве прогучали первые аккорды «Золотого шляхера» 2017. Головная трасса Могилёшины ростуется до других европейских гульнях. Коли пойдет первый снег и какие еще сюрпризы рыхтуют на дворье? Больше подробно в нашем выпуске. В Могилёве начался международный музычный фестиваль «Золотый шляхер» 2017. Программу открыл концерт Оркестра народных инструментов имя Леонида Иванова. Под аккомпанемент могилёвских артистов классичные «Золотые шляхеры» спевали сусветные зорки оперной сцены Чингис и Олена Аюшеевы. Попоры с творчостью Леонида Утёсова и замежная шляхера, народные спевы и ары из опереты мюзиклов. Концертная программа на любой густ, навод самый потрабовальный. С перших аккордов, с перших творов артисты сорвали аплодисменты могилёвской публики. Мы не ожидали, что с первой песни они сразу так тепло примут, сразу начнут кричать «Браво!», сразу, то есть уже градус концерта совсем другой. И нам тоже сразу приятно работать, мы стараемся уже отдаваться полностью. С уместнозорками оперной сцены у Оркестра народных инструментов была только одна репетиция, а у Раджане складывалось, что могилёвские музыки аккомпануют Олене и Чингису Аюшеевым не первый год. Великолепный оркестр, ребята, смотрю, зажигают, каждый как индивидуальный личность, артист, это видно сразу. Классичные творы – вешные шлягеры. Яны пройшли выпрабывание часом. Их выканание для любого артиста – это свой особливый экзамен. Возможность есть приобщиться к искусству, приобщить широкие слои, широкую публику, в том числе и к различным видам искусства. Публику ведь надо воспитывать тоже, потому что если ничего не делать, ничего не будет. Классическая музыка, она вечно, скажем так, она не подвергается моде, она всегда интересна публике. У меня гордость такая за наш город, когда проходит этот золотой шлягер у нас. Первый концерт пройшел с аншлагом. Классика на тое и классика, как назовжды заставаться золотым шлягером у всех часов и народов. Ирина Борделовская, Денис Бутырин, Новины региона. Поздняя капуста и цукровые бураки. В области завершается уборка огороднины. Как поведомили у Аблсельхасхарши, работа сделана на 98%. С поставленной задачей подрихтовать палетки до зимы до конца костричника повинны справиться. Как означает у Аблсельхасхарши, селета на Могилевшине уродила бульба, збожживая и бураки. Так само собрали добрый ураджай и льну. Бульбы на запасе ли больше за 130 тысяч тонн. И ураджайность ее выше и минулогодней. Середняя ураджайность цукровых бураков – 363 центнеры с гектара, что так само богато. Дарочи, селета повеличили и посевные площади под эту культуру, бояна оказалась рентабельной. А вот кукуруза селета не дотягнула. Отбылась поздняя весна, и культура не поспела выспеть. Не хапила ее и солнца, свержают агрономы. Тому аграры убрали по кулькрыху больше за 20% кукурузных площадь. Кукурузу молотить як на зерне, так и на силос. Дорожная служба Могилевской области рыхтуется до других европейских гульню. Организационный комитет спа-борництва упропонувал дорожным службам надать отметности у ландшафтным оформлений головным трассам Беларуси. У нашей области идет праца над транспортными развязками. Молодыми древами упрагожить трассу Могилев-Минск. Усё, отповедно деталевому плану, ягу разглядали на республиканской нараде, присвященной под рыхтулцы до других европейских гульняв. Размова ишла и про внешний выгляд дорог, по яких будут вандровать замежные гости. Про Могилевскую область проходит 7 таких трасс. Одна из них связывая наш областный центр и столицу. Работники дорожных предприемств Могилевщины начали працу с упрагоживания двух узровневых развязок. На каждой развязке будет иметь свои какие-то вкрапления неповторимые. Я могу показать и проект, они очень красиво будут в итоге смотреться. Читаем. Значит, можжевельник, который стелится. Дальше лох серебристый очень красиво покажу. И пошли деревья. Таким у баши туристы уезд в Могилев сбоку Минска. Ландшафтом займаются инженерно-техничные специалисты. Праца кажут не профильная, а ле текавая. Коллектив больше сплочается на субботниках. Занимаемся общим делом. Весело проходит и с пользой время. Прекрасная погода. Мы сажаем здесь деревья. Здесь будут расти каштаны. И, надеемся, проезжающие мимо водители будут рады. Не первый уже опыт. У нас постоянно мы садим. Больные деревья вырезаем, здоровые засаживаем. Свою лесополосу защитную. Ну, знаете, что уже здесь получится, да? Да, здесь получится красиво. Как в городе на кольцах. Целком озеленить усе транспортные развязки плануется до 1-го листопада. Будет высажена каля 2 тысяч дерева и кустов. Уздовж дорог будут красоваться у тымлику вербы, барбары, каштаны, клены. А весной завершатся работы по озеленении дорог и на инших трассах Могилевской области. Андрей Шуляк, Юрий Алласов, Новин Региона. На традиционное свято урожаю запросили у гостя могилевчан элегантного взросло. Удельники свято делились с добытками прационного лета, кулинарными сокрытами. И навод рассказывали и показывали гастрономичные каски. Песня шелтые, на городах нуждаться. Такое восенское свято ладится у восьмый раз. По традиции не обойшлось только восенскими букетами. Удельники презентовали кулинарные композиции с садовины и городнины, обовязково-зуластных участков. Ах, вот надялились кулинарными рецептами. Баклажаны обжариваются, намазка, сыр и чеснок. Намазывается баклажанчик, потом кладется помидор, огурец и маслинка. И вот это закуска такая. Павлиник хвост. Господыни и господары запрошали у всех подчастоваться хатними нарыхтовками. Бульба есть, душа отрада. Чем богата хата, тем и рада. Запрошаем гостя до нас. Навод гастрономичные каски рассказывали и показывали. Иван Царевич попал в лягушку. В результате превратилась лягушка в самую красавицу. Прошло несколько времени, у нас получилась семья. Активности и настрои у дельников можно было позаздростить. Самое важное, что в их глазах оптимизм, что в их глазах вот такая надежда и радостное настроение. Они очень любят свою землю, они очень любят свою страну, они любят нас, белорусов. У дельники свята по закадрам признаются, конкурс, рецепты, номинации, только нагода, капсустреца. Головные эмоции, что не мают сезону и взрослую. Катерина Балукова, Сергей Карпяков, Виталь Вопсю, новины РГИОНА. У Могилёвы распочались одни кино «Турусская восень». Я не присвечена памяти народных артистов СССР Віктора Турова, урадженца Могилёва. Не выпадковыми на это у Кастрычнику ладится форум. Гэтый месяц лёсаносный у жити знакомитого режиссёра. Ён народился у 1936-м годе 25-го Кастрычника. А помёр празд 60-го годов так само у Кастрычнику 31-го числа. У день народжения Турова, каля кинотеатра родима, отбудется митинг с ускладанием кветок до мемориальной дожки мастера. Подчас дён кино «Туровская восень» с 23-го по 25-го Кастрычника во всех кинотеатрах Могилёва пройдёт ретроспектива киностужек, снятых Туровом. И у гэтые ж дни запланована премьера документального фильма по сценарию «Яго вучня». Александра Анисимова, Віктор Туров, «Дыханне життя». Перший снег, по прогнозе синоптыка, мы убачим уже на гэтым тыдне. Зараз на двор и на Могилёшине вызначая в область повышеннага атмосфернага тиску. Аднак и у ближайшие дни тиск протягне расти. По прогнозе на ближайшие дни у ауторок будет в облачной переважной безападков. У нашей ранницы слабый туман и гололёдится. Ветер у сходней 4-9 метров за секунду. И уже довольно холодно. У ночи устойливый минус 3-8 ниже и за нуль. У день слупок термометра не дотягнется и до плюс 10. По в области чекается плюс 1, максимум плюс 6 градусов. Еще больше пагоршится на дворье у четвер 26-го Кастрышника. Часом по в области чекаются ападки, мокрый снег и у день дождь. У ночи ранницы туман и гололёдится. Узмацнится ветер. Парывы могут досягать 14 метров за секунду. А температура по ветру у день складе до плюс 7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова